Привет, друзья! С вами Таня Старикова, и у меня для вас хорошие новости. Если честно, нет никаких хороших новостей. Знаете, почему я так редко и нерегулярно делаю эту рубрику? Потому что ни черта хорошего не происходит! У вас уже поднялось настроение? Я обещала вам каждое видео поднимать настроение. Просто замечательно! А, ну Шнуров выпустил новый клип. Там Киржаков очень смешно промахивается рюмкой мимо рта. Если выпить вы хотите, то берите водки, лидер! Можешься бросить и остановиться здесь. And without a gun. Ну, а теперь у меня точно все. Это, конечно, все очень здорово, но вы уже видели название видео и знаете, что здесь будет про Тейлор Свифт. Ладно, спалили. Короче говоря, Тейлор Свифт выпустила новый клип, который вот так вот с первого взгляда кажется обычным попсовым клипом. Но, честно говоря, все бы так заморачивались на видеоряд, как она. Там и Юлия Цезарь, и Ким Кардашьян, и два судебных дела. Так что она абсолютно точно заслуживает того, чтобы мы разобрали ее клип. Тем более, что нам эту песню слушать, судя по всему, еще всю осень. Теперь каждый день ее включают на каждом радио раз по 20. Давайте хотя бы будем в курсе, в чем прикол. Вот смотрите. Первое. Вот она в начале типа зомби. Типа хоронит саму себя. И у нее сзади стоит гробница с именем Нилс Фьёберг. Этот человек написал песню для ее экс-бойфренда Кельвина Харриса. И человек этот, она сама. Потому что с этим псевдонимом она стала автором песни. И чтобы все типа осталось в секрете. Но секрет раскрыл, пара распалась. И, короче, видимо, и эту часть своей истории, она тоже хоронит. И если вы уже смотрели новое видео на канале Skyeng, то знайте еще пару интересных фактов про эту сцену. А если еще нет, то внизу в описании будет ссылка на этот видос. Потому что там тоже разбор этой песни и клипа. Только с пользой для мозга еще. Потому что с английскими фразами всякими. И там все переведено. Так что даже если не очень знаете язык, то можете его посмотреть. Там прям... Все по ссылке внизу. Второй пункт. Никогда не ругайся с Ким Кардашьян. Короче, да. Здесь Тейлор лежит в ванной. Вроде какая-то отсылка к ограблению Ким Кардашьян в Париже, когда ее закрыли в ванной. Причем Тейлор здесь поет. Мне не нравится твоя парящая сцена и твое идеальное преступление. И то, что ты выставил меня дурой. Так вот, смотрите, в чем прикол тут. Я не знаю, зачем я узнала всю эту информацию. Но, по-моему, это очень интересно. Короче, Канни Уэст, который сейчас муж Ким Кардашьян, он давний враг Тейлор. Все началось, по-моему, в 2009 году, потому что он прервал ее вручение награды за лучшее видео, ворвался на сцену, сказал, что Бейонсе самая крутая и все это и так понимают. Вот такая неудобная ситуация. Все как-то у них не заладилось после этого. И потом Канни Уэст выпустил клип, где лежали восковые фигуры нескольких таких ярких личностей, которые потом один за другим падали на него в суд. Так вот, про Тейлор там тоже была такая строчка, что типа, мы можем заняться с Тейлор сексом, потому что я сделала эту сучку знаменитой. Примерно так. И Тейлор на него, ну, обиделась. А потом Ким Кардашьян написала в Твиттере, что сегодня празднует национальный день змеи, намекая на Тейлор, и выложила в свой снэп-чат видео, как Канни Уэст созванивается с Тейлор Суифт и согласовывает с ней, типа, строчки этой песни. Но там было не совсем все, и самого грубого слова в этом разговоре не было, то есть он ей про это не говорил. И, короче, Тейлор все равно наставил на том, что она, типа, не просто играет жертву из себя, а действительно вообще попала в эту стрёмную ситуацию, и как раз тогда написала в соцсетях, что хочет вообще уйти из этого повествования. Про эту фразу мы говорили в видосе в Skyeng. Короче, капец, какой там змеиный клубок. Я вот так представила себе, что они там реально каждый день, короче, у них все... Вот жизнь вообще. В общем, дальнейшие кадры со змеями нам уже понятно. Это вот, типа, национальный день змеи. Причем там змея ей, как бы, приносит чай, что само по себе такая метафора сплетен. И обратите внимание на работу реквизитора. На троне, в котором сидит Тейлор, написано «И ты, Брут» в переводе с латыни. Настала эпоха, когда в клипах поп-звезд латынь. Короче, это фраза Цезаря из пьесы Шекспира. Судьба Цезаря нам более-менее известна. Его убили самые ближайшие к нему люди. Ну, прям предали, короче. И когда он узнал, что даже его друг Брут тоже причастен к его убийству, и как раз последние слова по легенде, которые он сказал, были «И ты, Брут». И эта фраза так по всему миру считается типа фразой про предательство. Короче, типа Тейлор намекает на кого-то из предавших ее друзей. Но я в восторге от реквизиторов. А вот эта сцена вообще похожа на игру типа «Анадеть 10 отличий», когда ты в каждую точку всматриваешься. Кому-то кажется, что это отсылки к Бейонсе, потому что бита. Может быть, но тут смысл еще дальше. Они грабят хранилище музыкального сервиса. Откуда я это знаю? Потому что это написано на бегущей строке, которая промелькивает в начале сцены. Оказывается, пару лет назад Тейлор удалила всю музыку свою со сервиса Spotify за то, что они как бы дают слушателям бесплатно пользоваться сервисом и бесплатно слушать музыку. И потом даже написала открытое письмо в Apple, потому что они тоже дали бесплатный такой трехмесячный тестовый период для пользователей, что типа «Мы же не просим у вас бесплатные айфоны», ругалась Тейлор, «Вроде что, вы нашу музыку бесплатно раздаете». И вот в этом кадре Тейлор типа грабит их хранилище. Ну, вполне самое иронично. А последняя сцена – это резюме всего, что мы узнали про Тейлор. Ее образ из клипа, награда за который как раз обошла Бейонсе в 2009 году, когда Кенни вступился. Образ балерины из «Shake it off». Маленькая Тейлор, которая когда-то выступала под гитару. И вот, например, «Размея Тейлор», потому что, видимо, очень многие именно так ее себе представляют. Короче, их ровно 15, потому что угадайте, сколько треков будет на новом альбоме. 15. Она мне все больше и больше нравится, реально. И теперь, внимание игроки, вам нужно угадать слово, которое объединяет все подсказки, которые у нас есть. Если вы угадаете, то сможете выносить деньги в майках, а если нет, то вас сожрут тигры. Ну, ну вот оно написано на самолете. Ну, в самом деле, это слово «репутация», которое объединяет все, что мы знаем теперь, все эти бесполезные факты, и которое и есть название альбома грядущего. Короче, мысль моя такова, что нереально проработанный клип и вообще вау. А во-вторых, что Тейлор просто королева хайпа, потому что теперь все СМИ, особенно англоязычные, обсуждают, что скажет теперь Кати Перри, что скажет теперь Ким Кардашьян и Кэнни Уэст. А Тейлор Свифт тем временем бьет все рекорды. По просмотрам, по скачиваниям из того же самого Спотифая, по прослушиваниям, по покупкам, по всему. Вот этот сингл и этот клип побил сейчас все существующие рекорды. Молодец, что? А вы будете молодцы, если поставите лайк этому видео. Но, что могу сделать? Других хороших новостей нету, что нет. Нет? Я знаю! Пишите в комментариях внизу, какие хорошие новости были у вас. Ну, в смысле, может быть масштабные, а может быть там, не знаю, вы взяли отпуск, купили билеты на какой-то концерт. Короче, поделитесь своей какой-то радостью. Очень хочется почитать про хорошее осенью. И смотрите видос на канале Skyeng. Ну, а с вами была Таня Старикова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok